Стихийный снегопад в очередной раз оказался для городских служб внезапным, поэтому сегодня город буквально утонул в снегу, дороги даже, главное, полностью не расчищены, на авторостепенных появились глубокие колеи. Дворы и тротуары стали практически непреодолимым препятствием для пешеходов. Как город встретил снежную стихию в сюжете Анны Мамаевой? Выехать со двора можно только на внедорожнике с полным приводом, говорят водители. Так что для многих утро началось с неприятностей. Машины буксовали и застревали в снежной каше. Чтобы хоть как-то спасти положение, жители дома на Преображенской 74 сами решили разгрести свой двор. Парковку там все чистим сами, люди откапываются сами. У нас трактор один раз проехался вот здесь и ушел на Октябрьский. А вот этот промедуток остался. Вообще его за зиму никто ни разу не почистил. Но тех, кто сам взялся за лопаты, немного. Из-за того, что дворы превратились в бермудские треугольники, даже таксисты сегодня отказываются от заявок. Вообще не успеваем. Заявок полно, все зелено. Заявок много. Народ хочет ехать. Транспорта общественного нет. Мы проехать во дворы не можем. На студенческий заехать вообще невозможно. В центре города, в центре у областной администрации невозможно выехать со двора вообще. Никогда не разгребают. Не разгребают даже дороги. В центре города с утра были сплошные пробки. Поваровского, Энгельса, Московской и в районе Лепсе скорость движения была минимальной. Виной всему все та же. Снежная каша под колесами авто. О, шлиф, шлиф, снимай. Честно, пипец полный. Вот и все. Получаса выкапывал машину из двора. Работают? Нет. Как они работают? Надо ночью убирать, когда снег идет, а не через два дня. Когда он упал, все завалило. Вчера вечером в 10 часов ничего не было. А за ночь видят, сколько выпало. Так что делать? Тем временем в администрации заявляют, дорожные службы переведены на усиленный режим работы. Улицы прибирают больше 150 единиц техники. Однако этого недостаточно. Признают это и в мэрии. В городе не хватает ни техники, ни персонала, чтобы справиться со снегом. Поэтому чиновники призывают кировчан быть терпимее и самим тоже помогать коммунальщикам, как представители власти показали на своем примере. Снегопад продолжается. Сколько он пройдет? По прогнозу он день-два еще. Как закончится? В течение трех дней постараемся убрать. Мы и так наказали по результатам первого снегопада, который 11 января, почти все управляющие компании. Но ведь надо понимать, что это деньги управляющих компаний, которые можно направить на эту же очистку дворов и так далее. Последствия снегопада 11 января дорожные службы полностью убрали только за полторы-две недели. Насколько быстрее в этот раз получится справиться со снегом, станет ясно уже через три дня. Анна Мамаева, Алексей Юферев, Данил Кочкин. Бюро новостей Дайвича.